В текущем сезоне в Рязани работают семь фонтанов. Они находятся на площадях Театральной, Победы, Соборной, по два фонтана на площади Ленина и на Лыбецком бульваре. Однако их состояние не всегда удовлетворительное. Например, дно фонтана на площади Театральной сложно назвать чистым. А ведь его запустили в работу только 30 апреля, после зимней консервации. Однако сквозь толщу воды уже видно, что дно заросло приличным слоем тины, которое покрывает и все металлические конструкции. Вода имеет зеленый цвет. У горожан фонтан вызывает смешанные эмоции. Хорошо, нас устраивает. Хорошо, чистенько фонтан работает. Все нравится. Зеленый, грязный, вода нечистая, на мой взгляд. Могло бы быть и лучше. Нет, вода, конечно, немножко зеленовата, но это естественный процесс для открытого водоема. А так все прекрасно, фонтан работает, радует. Я бы, вот я замечаю людей, которые даже купаются здесь, я бы сюда даже не залезла и даже обычно рукой бы не потрогала эту воду. И нет, ну, стопа. Напомним, что ранее пресс-служба администрации города сообщала, что чистить чаши фонтанов должны ежедневно, а воду в них будут полностью менять раз в две недели. Ситуация на площади Победы лучше. Здесь дно фонтана практически чистое. На нем даже отчетливо видны монетки, которые горожане и гости города кидают в него на счастье. Тут ее чистили, но вот несколько дней назад, когда фонтан вообще не поливал, его там прочищали рабочие, проходили. А так вот, на самом деле, в принципе, ничего. Хорошее место для отдыха, в принципе, здесь можно и хорошенько освежиться, когда очень сильная жара, особенно когда ветерок начинает дуть, встать там, у кого весь рост, очень здорово. Напомню, что в 2016 году фонтан на площади Победы стал поющим. Реконструкцию провели в честь Дня города. Струи воды подсветили с помощью лазера. Под звуки классики, рока и современных хитов они рисовали причудливые узоры. Тогда на площади посмотреть на светомузыкальное водяное шоу собрались сотни жителей города. Сейчас о былом зрелище напоминают лишь колонки, прикрепленные к столбам вокруг фонтана. Однако петь он давно перестал. Не, он не поет, это точно, он не поет. Вторым поющим должен стать фонтан около нового здания ЗАГСа на Московском шоссе. Осенью прошлого года был проведен пробный запуск, однако в текущем его так и не открыли. На месте струй лежат листы ДСП. Зато площадь вокруг фонтана уже замостили. Плитка выложена кругами, она имеет красивый рисунок. Смущает другое. Шов между новой плиткой и старой, которая находится вокруг памятника, похож на пролом. Он имеет толщину местами в десяток сантиметров. Почему благоустройство площади остановилось на середине, непонятно. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, Селекомпания, Город.